Марина, Марина, любовь моя едина! Ну шо, пора обедать? Чем будем обедать? Односолодовым или двухсолодовым? Или трехсолодовым, а? А еди не было? Не, не, в Дьюти Фри сказали, шо, пока мы за прошлое не заплатим, они вообще никакие закупки делать не будут. А на тетрадку не мог взять? Закончилась тетрадка. Все девяносто шесть листов, как один день. Оце вы не сами виноваты. Надо было нас заранее предупредить, шо аэропорт в All-Inclusive не входит. Это да. А, ну и. Рейс Хургада-Киев, номер сто сороксим, отменен на неопределенное время. Подожди, Маринка, это шо у нас получается 50-е, юбилейная отмена нашего рейса? Грех за такое не выпить. Я тебе выпью. На борт пьяным не пустить. А який борт, Марина? А вдруг? Аэропорт Хургады поздравляет Егора и Марину с юбилейным невелетом из нашего аэропорта. Для вас звучит эта песня. Я календарь переведу, и снова 3 сентября. На фото я в моем взгляду, и снова 3 сентября. Но почему, но почему... Куды на ковер без тапок? Я там головой ложусь. Простите, пожалуйста, у нас нет с собой тапочек. Вот село неасфальтированное. Шо немали в отеле с к... это... ну взять. Да, да. Хорошо, шо мы запасливые. О, берите. У нас еще есть. Господи, что это за ужас? Я не понимаю. Мы что, должны ждать здесь? Дорогая, потерпи. Это ненадолго. Ненадолго. Ага. Ой, як они не... Нас напоминают. Прям такие же, как мы. Такие, какие? Такие-такие, или вы сразу были вот такие? Такие же наивные. А вы здесь давно? Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре. Пятая на мне. Пятую неделю. Вахи, эшкере, эшмеле, хакар, чапур, ашмак. Да, ну понятно. Что, вы поняли, что она сказала? Конечно. Сказала, что ваш рейс задерживается на неопределенное время. Вы что, знаете арабский? Знаю. Ну как, одну фразу. Ну вы ее тоже скоро выучите. Значит так, Жень, давай звони туроператору, сейчас все решит. Да-да, ты права. Ну он что говорит? Сказала, ждать на линии, и какая-то музыка играет приятная. Вот это? У нас уже вторую неделю играет. Вот это мой любимый момент. Знаете что? Наш туроператор нас не бросит. Конечно. Он вас кинет. Как и наш. Нет, у нас порядочный туроператор. Как называется? Хрентам тур. Наш. Наш. Мы тоже сначала думали, что хрентам это что-то по-египетски. А хрентам. Так что молодежь, расслабьтесь, занимайте место, тем более оно освободилось. Так все-таки кто-то улетел? У нас там бабушка с дедушкой жили. У нас там бабушка с дедушкой жили. Другими словами, можно сказать, что и улетели. Да не пугай ты их, ну не пугай. Получили вид на жительство. Все-таки пять лет просидели в аэропорту бок о бок. Да. Так, ну что, давайте я вам тут сейчас экскурсию проведу. Ну вот здесь вот мы живем, вот тут мы спим, вот тут мы ходим, вот тут Маринка первого родила. Да шучу, я шучу. Тут второго, первого вот там вот. Егор, что ты ляпаешь. Да ладно, ну что, не пускай привыкает уже. Флайхургада, Киев, is canceled for technical reason. As far as I understood, it was like always. But anyway, thank you for your information, Шамис. You are welcome, Егор. За мной, за мной, народ, я выведу вас из Египта. Шалом? Шалом. За мной, за мной. А это кто? Борис Моисеевич. Мы его все тут называем Моисей. Он водит экскурсии пешие из Египта в Украину. Я не понимаю, как вы можете здесь находиться без воды, без еды? Почему без еды? Борщ будешь? Борщ? Ага. Я бы не отказался. О, да я сейчас бегом сварю. Господи, проблемы. Простите, а она куда? В туалет, раковину занимать. О, Марина, ты ж капитильник забыла. А ядрить твою налево, да шо сиробость, а? Де він, а ось дуго він. Есть. И сальца мне не забудь нарезать. Я кабанчиком, ага. Сало? А где вы в арабской стране сало нашли? Мы его выращиваем. В первом терминале пока там реконструкция. У нас восемь голов, не считая нас. Подождите, ну, 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 не жаль вам не хочется домой, к родственникам? А шо, у меня из родственников осталась только теща. Поэтому у меня здесь прямо идеально. Ни она ко мне, ни я к ней. Не, ну ты представляющий. Все занято. Занято. Что такое? У Иванюків Христины, то вони в раковине позаливали холодец. Так ты шо, Христины? Ага. А хто кум? Ахмед? А хто ж? А хто ж брат Ахмеда? Ну? Хто б знал. Хто б знал, улетел. Так ты шо? Ничего себе. Тогда може яишеньку пожариш? Яишеньки молодежь будете? Да. О, то я сейчас бегом. Тем более сейчас шось буде. О, есть. Есть. Лежатинка. Побежу. Пассажири рейса Хургада-Київ, номер 216, просим на посадку. Есть. Есть. Ваш рейс вылетел. Все, пока. Спасены. Егор, яишеньку робить чи не робить? Секунду. Три, два, один. Пассажири рейса Хургада-Київ, номер 216, ваш рейс отменен. Какие люди. Где-то я вас видел. Я не понимаю, как вы можете спокойно к этому относиться? А как к этому относиться? Неделей раньше, неделей позже. Я, в принципе, вообще домой не стремлюсь. Там же скоро отопительный сезон начинается. А за него платить надо. А тут отопительного сезона вообще нету. Привет, Санё. Привет. Это кто? Это пилот наш. Тренируется, пока самолет на ремонте. На самокате? Да. Ну, это лучше, чем он просто сидит и головой о пол бьется. Он так всю первую неделю просидел. Вторую неделю бухал. На третью неделю полез в петлю. Ну, мы решили ему скинуться и подарить самокат. Так что, можно сказать, этот самокат его из петли вытащил. Он первые два дня на этом самокате прямо с петлей гонял. Подождите, но должен же прийти консул и все решить. Так он приходит. Каждый день приходит. О, сейчас, подожди. Консул будет сейчас через три, два, один. О, сведе, мои хорошие. Добрый день. Витаю. Витаю вас. Витаю. 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 Добрый день. Витаю. Тримайтесь. 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 Так, а что нам делать? Новенький. По-перше, не паникуйте. Ситуация под контролем и мы делаем все возможное, чтобы ее исправить. Держава дбает про вас. Сподіваемся на наше понимание. Нехай счастить. И вот так каждый день, слово в слово, хоть бы раз падла запнулся. Говорят, что он и консулом стал, что не смог улететь. А куда правительство смотрит наше-то? Какое оно правительство, если оно граждан своих из Египта домой отправить не может? Не, ну ты прав насчет правительства. Оно, конечно, должно помочь, но не может. Вот так же, как и мы, застряло во всех аэропортах мира. Кто на Сейшелах, кто на Мальдивах, кто на Бали. В общем, заи... У них тоже рейс отменили? Не, просто бабок до хрена. Ла-ла-ла, бла-бла-бла, пум-пум-пиду-пум. А это что за Билли Берда? Ну, ситуация не меняется, ей же что-то говорить надо. Бой-ка! 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 Два, три, четыре, четыре! Ай, молодцы! Совет на любовь! Это что, свадьба? Да, Наташка, Сережка в аэропорту тут познакомились. И вот так вот просто поженились? Ну что, просто, по залету? У нас тут все, либо по прилету, либо по отлету, либо по залету. Как у вас тут все быстро? А что быстро? Наташка на пятом месяце. О, да. Я Люня. Значит так, Женя. Мне завтра срочно нужно быть в Киеве. Это вопрос жизни и смерти. У меня в два часа маникюр! Маникюр! Пожалуйста, помогите мне. У нее маникюр. Если она не прилетит завтра в Киев, мне хана, понимаете? Она минуту... Успокойся, успокойся, миленький. Я ей запишу до своей маникюрши сейчас. Шамис, девочка моя, шо у тебе на завтра е? Мариша, завтра ест только на семь. А, на семь нормально? Если не улетим... Не улетите. Як звать? Яна. Шамис, девочка моя, запиши. Яна Гель Шилак. Хорошо, Мариша, записала. Целую тебя. А она еще у вас и маникюр делает? А шо такое, у меня и ж руки свободнее. А ну, шо ты... Давай, давай, наваляй ему. А что это? Давай. Это кто? Это представитель туроператора и авиаперевозчика. Решают, кто из них больше виноват, что мы тут застряли. Давай, навали ему. А где туроператор? Вот это вот-то в синих трудах. Это ты сволочь. Простите, а кто ведет? Пока интрига. Опять пять по боям. Пассажир рейса Хургада, Киев, номер 147. Ваш рейс отправляется через одну минуту. Наконец-то! Ты хорош прикалывался, Шамис. Да, да, ну. Опа. Опа, Санек. Егор, Марина, погнали, я самолет завел. Ха! Самокатом с толкача. Ой, господи. Ё-моё. Так, это вам. Давай, давай. За хозяйством следите. В первом терминале свинки не забудьте. За курмы, девица, оставляем. Там два яйца. Так, значит, никому займы не давать, консулу не наливать, потому что он слова путает. Все, молодежь. Мариша, я буду скучать. Егорчик, вы хоть на день рождения мой приедьте. Погнали, погнали, погнали. Погнали. Да ладно, черт, что боремся. Ну как это так? Как это так? Взять и отменить рейс. Это нонсенс какой-то, нонсенс. Куда на ковер без тапок? Я здесь головой ложусь. А у нас нет тапочек. Вот вы, село не асфальтировано. Только в нашей стране и с нашими ценами на коммуналку зимой дешевле отдохнуть 7 дней и 6 ночей в Египте, чем то же время провести дома. Этой зимой многие украинцы отправятся в Египет. Смотрим, как собиралась на отдых знакомая нам семья. Сашка, Саш, Саша! Ой, что, что? А, да, Вика, прости, задержался на работе. Да, еду, кефир, молоко. Что там надо еще? Саша! Что, что, что? Помнишь, ты мне кое-что обещал. Ой, Вика, помню, помню я. И в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности, пока смерть не разлучит нас. Вика, я все выполняю, все выполняю. Да, особенно в горе и в бедности. Я не об этом. Ну. Что, плинтус прибить? Да е-мое. Я же не тебе обещал это, а твоей маме. Чего только дьяволу не пообещаю, чтобы душу не трогал. Господи. И не про это я тоже. А вот про то, что я пить должен бросить, так это забудь. Это я по пьяни ляпнул. Так, Саша, ну подумай хорошенько. Что ты мне обещал? А, ой, Вика, ну я же тебе говорил, у меня работы много, я устаю. Вот я отдохну, и как выполню, разок свое обещание. Про это обещание я уже забыла, когда ты выполнял. Я не про это. Ну подумай своими мозгами. Ну, вспомни, ты говорил, что это будут лучшие семь дней и шесть ночей. Ты все-таки едешь с детьми к маме. Все, счастливо, удачи. Саша, ну пошевели ты извилинами, ну. Нам дали безвиз. И это дело надо отметить. Неси мамин самогон. Ты вообще дурак. Нет, я не про это. Я хочу на курорт. Что непонятного? За границу. А, ой, Вика, так это я так это ляпнул. Чисто гипотетически может быть когда-нибудь, куда-нибудь. А, вот так вот, да, хорошо. А это? Ну, Вика, ну в последний раз. Все, обещаю. В этом году мы поедем за границу. А в каком в этом? В 2017-м. Клянусь. Или я брошу пить навсегда. Вот я баран, а. Вика, подожди, а как мы поедем? У тебя же нет биометрического паспорта. Есть. Я отстояла месяц в очереди и получила. Ну, у тебя есть. У меня-то нету. Есть. Откуда? Я нашла похожего на тебя мужика. Заплатила ему, чтобы он месяц отстоял в очереди. И вот. Блин, реально похож. А отпечатки пальцев? На балконе твои пивные бутылки. На всех твои отпечатки. Это ж как надо хотеть отдохнуть. О, подожди. Ничего у нас не получится. Чего? У меня ж плавок нет. Есть. Где? На тебе. Когда ты спал? Офигеть. А прививки? Все, Сашенька. Вот теперь есть все. Вика, но... Никаких но, Саша. Я за 10 лет выучила все твои вот эти вот отмазки. Вот теперь ты не отвертишься. Подожди. А дети? А дети уже готовы. Уже собраны. Ждут моей отмашки. А вещи? Вот, пожалуйста. Это детей. Это мое. Ну, а это твое. Осталось самое малость, чтобы ты выбрал путевочку и купил ее. О, Викусь, слушай. А давай так. Я сейчас раскручиваю глобус. Ты пальцем вот куда тыкнешь, туда мы и едем. Все, хорошо? Давай, закрывай глаза. Я беру глобус. Так, я его кручу, 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 кручу. Он крутится, 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 крутится. И оп. Так, куда это мы едем? О-о-о. Ничего себе, к бабушке в Житомир. Дай сюда. Так, Саша, это глобус Украины. Ну, мне просто приятно осознавать, что твоя теща живет на другом полушарии. И Саша, ты не понимаешь. Я хочу в Арабские Эмираты. Ты издеваешься, что ли? Выбрала страну, где сухой закон. Ты меня вообще убить хочешь, что ли? Да причем есть твой сухой закон. Я хочу фотографии, чтобы похвастаться перед подружками. Фотографии? Улыбайся. Отлично. Все, отправим подругам. Саша! Что? Я хочу. Я хочу. Вот курсоголовы-то. Что? Они везде были. Я тоже так хочу. Они были и в Турции, и в Египте, и в этом Таиланде. Что они все время этими курсоголовами? Мы тоже везде были. В Скадовске и в Затоке? Правительство поставило задачу поддерживать отечественные курорты. Почему эта задача лежит только на нашей семье? Все, съездили, отбыли наказание. Теперь я хочу реально отдохнуть. Ладно. Ой, е-мое. В Трусковец мы не поедем. Блин, ты вообще не думаешь о моем здоровье. Это ты не думаешь. Мы после Трусковца еще две недели тебя прокапываем вместо поликлиники. Ну, мне просто не очень хорошо идет нафтуся, что... Я мир хочу посмотреть, понятно? Мир! Увидеть! Мир ты хочешь посмотреть? Вопросов нет. Сейчас я тебе все организую. Алло. Доля кабель. Сколько стоит подключить канал Тревел? Саша! Соседи, привет! Привет! Слышите, мы это самое... Сейчас уезжаем в Египет отдыхать. Вы за нашим котиком посмотрите, а? А мы не можем, потому что мы летим в Египет. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Отличная шутка! Смотри, Викусик, и рыбку нашу покорми. Я говорю, мы в Египет летим! Слушай, мать, ну ты просто не в ударе. Ладно, на, и цветы полей. Все, пока. Я говорю, мы в Египет реально летим! Ты представляешь? Вика, 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 Вика! Мы не летим в Египет. Мы идем в Египет. Через Израиль? Нет, через лестничную клетку на пятый этаж. Блин, у них же хата покруче, чем любой пятизвездочный отель. У них ход сфинкс. А бар у Егора такой, что поклеще любого ул-инклюзива. Погнали! Я хочу настоящий Египет! Там, где гробницы, эти, верблюды, пирамиды. Блин, ну а в прошлом году это... Что в прошлом году? Мы поехали дикарем в Коблево? Жили где-то возле кладбища. Натяплюнул какой-то бомж. И вокруг не было нормального туалета. Ну правильно, гробницы, верблюды и пирамиды. Я хочу, как у Светки с работы. Вот, купаться в Красном море. Покупать магнитики. Я хочу вот так вот, понимаешь, пить коктейли. Вик, я тоже хочу, чтобы у тебя попа была, как у Светки, сиси, как у Светки. Это запрещенный прием, Саша. Хорошо, хочешь ответочку, пожалуйста. Детки! Папа, папа, мы хотим за границу. Вика, вот это вообще нечестно. А я их не подговаривала. Дети, а куда вы хотите? В Египет. Гробницы, верблюды, пирамиды. Мама, мы все правильно сказали. Да, солнышко, правильно. Детки, сейчас папа будет крутить глобус. Так, Саша, никакого глобуса. Ты вообще знаешь, что твои дети пишут в сочинении, как я провел лето. Машенька, Лешенька, зачитай. Все каникулы я сидела и смотрела с папой телевизор. Машенька, а ты зачитай свое. Все каникулы я смотрела в окно, потому что папа и братик смотрели телевизор. Слушайте, ну как мы поедем за границу, а? Если никто из нас не знает ни одного слова по-английски. Тюбир, водка, ванка, кока-кола, тюба и фаза. Леша едет. А вот по вам, девочки, вопрос. Папа, а Леша тебя сам до номера не донесет. Ну, я не знаю, Вика, чем ты можешь быть нам полезна? Саша, я уже 10 лет мечтаю, чтобы ты отвез меня за границу. Вика, ну ты сама виновата. А я? 10 лет назад ты была беременна. 5 лет назад ты опять была беременна. У тебя все как-то не вовремя. Мы с детьми хотим греться на солнышке. Есть отличное место, где можно погреться. Батарея? Почему сразу батарея? Да, батарея. Ну, ты видела, какие сейчас сцены на коммуналку? Поклеще, чем в Египте. Саш. Ну и потом, батарею я хотел предложить вторым вариантом. А первым я хотел предложить тебе шубу. Что? Шубу. В ней тепло. Да. Я хочу шубу. Мама, а как же Египет? Вместо Египта мы купим маме шубу. А как же детки? Ну что, детки, они вырастят и разлетятся. А шуба останется. Шуба останется. Мама, не слушай его. Он тебе все равно ничего не купит. Куплю. Ну, мам, вспомни тот случай с сапогами. Мама, ты же так давно хотела за границу. Мама еще дольше хотела шубу. Мам, ну это же Египет. Это же шуба. Там же пирамиды и верблюды. А здесь шуба. Ну, мам, там есть аланглезик. Шуба. А, да. Там мех натуральный. Ну, да. Я согласна. Блин, маму жить ничему не очень. А я же так давно хотела на море. Отлично. Я победил, никто никуда не едет. Малый, принеси путь от телека. Доченька моя, не верь ни единому его слову. Мамочка, слава богу, что ты приехала. Он снова не хочет лететь. Зятек, я приехала на семь дней и шесть ночей. Намек, понял? Понял. Значит, чемоданы у меня, паспорта у тебя, я в машине. Ура! Мам, ты петель. Молодая пара часто встречала рассвет на море. Не потому, что они были романтиками, а потому, что только в это время был вариант занять лежак. Кстати, если, находясь на отдыхе на море, вы мечтаете отдохнуть, значит, вы поехали туда с семьей. Дедушка, улыбнись. Что, зачем? Ну, сфоткаю тебя. А, давай. Эй. Все, это, это, это. Все. Вот, внучка, сейчас техника. Раньше нужно было ждать, проявлять, не дай бог засветится, а сейчас бац и все. Вот будет тебе про дедушку память. Дедушка, перестань об этом, я о тебе и так запомню. Ты мне обещал роботу купить, но почему-то не купил. Внучка, а я как же эти куплю робота, если у меня деньги спрятаны в надежном месте? В банке? В банке пятого размера. Дедушка, а вообще, где мама и бабушка? Ну, где, где. Идут к морю, идут, идут. Как это, возможно, они же раньше нас вышли. Внучек, а ты знаешь, сколько препятствий лежит на пути женщины к морю? Магазин сувениров, магазин купальников, магазин парео, еще один магазин купальников. У них же есть купальники, зачем им еще купальники? Вот, ты и становишься настоящим мужчиной. Перестаешь понимать женщин. Петрович, горе. Что, бочку с пивом не выкатили? Ну, не, я же не сказал беда. Я говорю, горе. Кольцо обручальное потерял. Что теперь делать? Что делать? Майку снять, махать и бегать. Очень смешно. Я реально спрашиваю, Вика увидит, убьет меня. Сань, ну, придумай. Ну, скажи, что прилетела большая чайка. С ножом. И я добрал, а у тебя кольцо. Петрович, вы дурак? Так не при ребенке. Ну, скажи, что специально снял. Чтоб палец загорел. Я так уже 15 лет холостякую. Во! Вообще на другом пальце носят. Ой, во! Во! О, смотри какая. Смотри. Хе-хе. О-о-о-о-о-о-о. Леш, вообще рано еще такие вещи тебе фотографировать. Понял? Давай лучше нас с дедом сфоткай. Хорошо. Где твое кольцо? А, ночью хоббит приходил. Ему там для какого-то властелина кольцо надо было. Я ему отдал, он завтра вернет. Только маме не говори об этом, хорошо? Окей. Саня, ну если малой заметил, то Вика тебе по-любому попалит. Блин. Что же делать? Короче, искать его надо искать. Давайте я здесь в песочке поищу, а вы идите в море ищите. А что это я в море? Вы же нам рассказывали, что вы бывший подводник. Так это же я все прям подпис... Резонно ты говоришь, Саня, резонно. Вот то. Так, блин, где же, ну где же? Мамулечка, мамулечка, ну не обязательно душить продавщицу, чтобы выпросить себе скидку. Я ее в следующий раз вообще задушу. О, 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 вернулись. Ну, давайте, хвастайтесь покупками. Вот, купили тебе кошелек. Какой же это кошелек? Это же просто плавки. Ну, я тебе сотню раз говорила, что без кармашка это плавки, а с кармашком это кошелек. А, понятно. Что-то жарко сегодня. Зятюк, открой ко мне воду. Да, да, конечно открою. Леша, открой водичку, пожалуйста. А ты что, сам не можешь? Могу, конечно, но у нас же вон мужик в семье растет. Он же должен женщинам помогать. Правильно, Марина Францовна? Ты мне зубы не заговаривай. Что у тебя с рукой? Да все нормально у меня с рукой, что там? О, смотрите, кукурузу понесли. Где? Ну, вон же, вон несут кукурузу. Да сейчас будут сюда идти. Да пока они сюда придут, все самые лучшие кочаны разберут. Идите, идите, покупайте. Доченька, пошли на перехват. Мужчина! Мужчина, подождите. Хм, блин. Саня, танцуй. Нашел. Я ж вас не за пивом, а за кольцом отправил. Блин, точно. Саня, ну если уже принес, то давай бахнем. Петрович, если мы кольцо не найдем, вы на моих похоронах бахнете. Саня, ну так это же отвлекающий маневр. Вика тебя будет бить, пилить, ругать за то, что ты пьяная, а за кольцо забудет, а? Ага. Петрович. Ох, Саня, Саня. Так, 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 так. Мамульчка, вот не обязательно продавца кукурузы бросать в море, если у него кукуруза дороже, чем у остальных. А я папе скажу, он выловит эту кукурузу, он все-таки подводник, хоть и бывший. Так, сыночек, одень шапочку. На, панамку одень. Пап, дай ведро, я воды наберу. Сынок, ты что ты, отдыхай. Папа сам сходит, водички наберет. Стоять. Нам переодеться надо, мы сейчас придем. На, иди, набирай свою воду. Уже не надо. Провокатор. Саня, Санечка, Санюля. Опа. На, подари Вике, задобришь ее. Держи, держи, держи. Петрович. Держи. Откуда? Откуда? От верблюда, у которого горбы спереду. Ну, он реально лежал, там никому не нужен, че? Петрович. Саня, ну, он реально был, там никому не нужен. Ну, нафига прикрывать эти вишенки на оладушках? Правильно говорить, вишенки на тортиках. Саня, я все видел, в сравнении с Мариной моей, там реально оладушки. Ой, идут, идут вроде. Саня, ты чего? Ну, ладно, я так дома перед телевизором делаю, но не на пляже. А может, я в Одессе себя чувствую как дома? Да. Ай, кошмар какой-то, просто кошмар. Саша! А, что? Что это? В кошельке мелочь пересчитываю. Девчонки, а что же вы не переоделись? Да. Потому что кабинка для переодевания превратилась в туалет. Прямо на наших глазах. О, значит, мне туда и надо. Ну, не в смысле... Ну, как получится. Что? Саня. Ты Лешу кремом для загара намазал? Какого Лешу? Нашего. Господи, да намазал я его, намазал. А от загара? Намазал. А от комаров? Да всем я его намазал. Вон, намазанный сидит. Сыночка, раз тебя всем намазали, можешь пойти покупаться. Бабушка разрешает. Ура! Папа потом опять намажет. Ё, вы представляете, туалеты в этом году сделали платные. Да ты что? Какой кошмар. Я не хочу купаться, вода холодная. О, а деда скупнется буквально по пояс и водичка теплее станет, правильно? Правильно. Олег! Не позорь меня. Возьми деньги, сходи в платный туалет. Вот моя Мариночка всегда была умная и благородная женщина. Благодарю. Хотя стой. Одного тебя с деньгами отпускать нельзя. Я с тобой. Мариночка, там мужики? Ты что? Что я там не видела? Иди уже. Марина, ты что? Что? Саша, намазь меня кремом. Блин, она же даже спиной почувствует, что у меня кольца нету. Мужик! Мужик, стой! Что? Ты женат? К сожалению. Дай кольцо. Не снимайся. Если бы ты до обеда подошел, он помог бы. Блин, стой, стой, стой. Слушай, можешь мою жену кремом намазать? Ты что? Извращенец, что ли? Я? Ты что? Смеешься? Она моя мужик. Саня. Здоров, Саня. Блин, ну реально, намажь, пожалуйста, я тебе денег дам. Да? Саш, ну долго тебя ждать? Иду, иду, вот крем выдавливаю. На, давай, давай. Да, 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 да. Вот, мажу, мажу тебя, вот, вот, натираю, натираю. Ага, да. Ой, ой, Миташка. Ага. Какие у тебя крепкие руки. Боже мой. Ну так я же это, качаюсь? Да, скорее всего накачиваюсь вместе с моим отцом. Хорошо тогда. Боже, если бы я не знала, что это ты, я бы подумала, Супермен. Слушай, класс. Слушай, я вот, что подумала? Что подумала ты? Что? Я подумала, а что ты руку в песок засунул? А, в журнале «Здоровье» прочитал, горячий песок от артрита помогает, вот, лечусь. Слушай, а может мою маму закопаем? Я тебе давно говорил, уже надо... Дурак! Ты, зячок, видно, со всеми из ума выжил. На старости лет начал пасочки лепить. Это я, Марина Франсовна, с вас песочек собираю. Дурак! Давай, говори, что у тебя с рукой. Да всё нормально у меня с рукой. Чего вы прицепились? Знаешь, доченька, у него там, наверное, татуировку сделал. С его именем. Баран. Очень смешно. Так, Саша, говори, что у тебя с рукой. Да, короче, пошёл купаться. Там на меня медуза напала. Укусила меня всеми зубами. Вон, рука так распухла, вообще смотреть страшно. Да, шо вы думали, медуза такое дело. Вот Мариночку когда-то медуза давно укусила, так до сих пор смотреть страшно. Лучше бы она тебя за язык укусила. Так, Саша, хватит из меня дуру делать, что у тебя с рукой? Блин. Ладно, короче, расскажу. Ну, иду по пляжу, никого не трогаю. Тут на меня сверху, бац, чайка напала. С ножом. Здоровая такая. Короче, забрала у меня все деньги и... О, обручальное кольцо. Ты чё, дурак? Петрович. Я тебе твоё кольцо повесила тебе на цепочку, чтоб ты, придурок, в очередной раз его не потерял. О, господи. Саня, а я ж тебе сразу дельный совет давал. Надо было майку снять, махать и бегать. Но, хорошие мои, если всё так хорошо закончилось, давайте по этому поводу бахнем, а? А давайте. Я тебя бахну. А твоё кольцо где, а? Мариночка, так я его специально снял, чтоб палец загорел. Во. Ой, во. Если я узнаю, что кольцо опять в ломбарде, я тебе не только палец, я тебе руку вытерну. Мама, папа, дедушка, бабушка, перестаньте ссориться. Давайте я вам лучше фотки покажу. О, давай посмотрим. Фотки, малыш, у нас фотограф. Ой, смотрите. Это дедушка. А вот это уже не дедушка. И не папа. Раньше лучше было ждать, проявлять, дай бог засветится. Ага, это мы чё так стояли? О, о, это мы вас выглядывали, а эта девчонка случайно в кадр попала. Ясно. А два бокала пива тоже случайно в кадр попали? Так это же я вам купил к кукурузе. Папа, пиво к кукурузе? Достя, у меня пиво ко всему идёт. Ага. А это что такое? А это я подарок готовил. Что-то на меня маловато, а на меня великоват. Поэтому выбросил. Так, понятно, для кого это подарок, да? А, это Петрович вот снял. А ты, значит, этим воспользовался, правильно? Не, ты что, Вика, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что мне, кроме тебя, вообще никто не нравится. Конечно. Я вижу! Что это? Да это меня Петрович научил. Так, я так только перед телевизором. А тут подтверждаю. Спасибо. А! А! Опачки-топачки! Ну как же ж так быть тут, значит, с малышом, а ты там с мужиками развлекайся, да? А! А ты, значит, за это ещё и деньги берёшь! Ну, тут как раз наоборот получилось. Что это за фотографии вообще? Да нормальная фотография, он мама твоя, видишь? Вот это прикольно. Влезло. О, вот мы, да. О, смотри, какая семья у нас классная. Тебе прикольные. Ты такая красавица. Лёшка, молодец. О, а тут мы его бросали. Лёшенька хороший. Какой красавчик. А, учитесь есть, правильно? Да ладно. Вот, правильный отдых. Вот, что это? Всё-таки, хорошо мы. Как хорошо, что мы здесь все собрались. А то, что этими заботами, хлопотами, работами бежимся постоянно куда-то. Гараж-киоск, киоск-гора... Слушайте, всего лишь семь дней здесь, в Одессе, отдохнули, а энергии набрались на целый год. Вот, доченька, не думала, что такое скажу, но я впервые, зятёк, с тобой согласна. Жалко, что сегодня последний день. Да ладно, чё вы переживаете? В следующем году ещё приедем. Отдохнём. Приедем. Я извиняюсь. А тут говорят, где-то за деньги можно настоящую женщину пощупать. Сейчас мы перенесёмся в самый обычный одесский ресторанчик, где по вечерам собираются влюблённые со всех уголков Украины. Итак, всем курортным парам, приезжающим в Одессу, посвящается. Салют. Сегодня я расскажу вам о любви на курортах. Но так как нас смотрят дети, вместо слова «секс» будет звучать эта музыка. Начнём. Эта пара приехала на свой медовый месяц. Они занимались этим уже в парке, на пляже, в гостинице. Они молодые и счастливые, никого не замечают вокруг. Они не завтракают и не ужинают. И если их не отвлечь, то прямо сейчас в ресторане будет... Их уже узнают в аптеках. Полиция их уже не штрафует. Но не будем им мешать. А эта пара живёт вместе уже 20 лет. Они и не помнят, когда последний раз у них было... Они приехали на море, чтобы немного освежить отношения. Но что-то пошло не так. Сегодня он заказал водки. Надеюсь, что вечером это будет. И это будет. Прямо сейчас. Ах, ты скотина, алкаш! Всю жизнь я испортил! Я на моей шее сидел, только на работу устроился! У нас новая посетитель. Бусян, я хочу новый айфон. Пошли. Это очень интересная пара. Они познакомились здесь, в Одессе. На свидание с ним она одела своё лучшее платье. А он снял дорогое обручальное кольцо. Она нервничает и переживает, не догадается ли муж. Он тоже переживает за сегодняшнюю ночь. Поэтому заказал мидию и петрушку. Он сказал ей, что он популярный артист из Челябинска. Она не знала, что популярен он был ещё тогда, когда была популярна эта песня. Субтитры создавал DimaTorzok Пожелаем им удачи. Вы вернулись? Буся, я хочу новую машинку. Пошли. Есть и такие персонажи. Он ждет ее на свидание, а она опаздывает. Хотя нет, вот она, уже бежит. Они познакомились в пансионате. Он навещал дедушку, она выходила с электрофореза. Она очень богата, а он не принципиальный. Ему очень нужны деньги. Она понимает, что это ее последний шанс, а он думает, как бы сегодня избежать. Но врачи и сказали, либо сегодня, либо никогда. Эта пара познакомилась довольно странным способом. Она упала на него с верхней полки в поезд. И в этот момент у них первый раз было. В результате он потерял сознание, а ей понравилось. Второй раз они встретились на пляже. Он хотел утопиться, а она спасла ему жизнь. И прямо там, в море, у них второй раз было. Сегодня их десятая юбилейная встреча. Поэтому, как только он ее увидел, он сразу вызвал полицию. И сегодня у этих троих будет. И снова вы. Буся, я хочу кушать. Пошли. Нет, Бусь, я реально хочу кушать. Слава Богу, пошли сядем. А это бизнесмен из Киева со своей подружкой. Она верит, что когда-нибудь он разведется со своей женой и будет жить с ней. Ну а пока он будет давать ей деньги взамен на... А он думает, что когда вернется в Киев, его уже ждет налоговая и прокуратура, и партнеры по бизнесу. Любовь. Любовь бывает разной. Но мы искренне желаем вам найти свою настоящую любовь. ДИЗЕЛ ШОУ ДИЗЕЛ ШОУ